Личностно-ориентированный урок, где важен личностный урок и предмет, деятельностный урок, развитие личности на основе освоения универсальных способов деятельности, а также универсальный урок, где важна возможность применения знаний к жизни. Основные составляющие урока «Зачем учить?», то есть мы ставим цель и задачу урока, чему учить содержание урока и «Как учить?» методика. Произведение Оставхи Бархой с Горзовой Грибой в тематическом планировании шестого класса предусматривается на изучение два часа. Это будет второй час, и на первом уроке дети познакомились биографии писателя, и дома они должны предпочитать сюжет рассказа. Целью урока будет определить понятие нравственности и показать ее важность. Задачи, которые мы будем выполнять в ходе урока, образовательные, учить навыки смыслового чтения, анализы содержания художественных особенностей текста, самостоятельные оценки посудковых героев, понимание акторского замысла, развивающие, формирование обучающихся навыки приобретения положительного жизненного опыта, и воспитательное, развивать в детях чувство честности, доброты, понятия и долга, а также творческую активность. Формировали мы универсальные учебные действия, познавательные, осмысленно читать текст, отыскивать, выделять необходимую информацию, особенно настроить речевое высказывание, устанавливать причинно-следственные связи, агументировать собственное мнение. Регулятивный, уметь ставить цели и задачи, планировать, контролировать учебную деятельность на уровне. Личностные, иметь ценность на смысловую ориентацию, соотносить поступки и события с примиренными в обществе, этическими принципами и нормами. И коммуникативные, уметь слушать, слышать, принимать определенные точки зрения, формулировать, агументировать собственное мнение и работать в группе и индивидуально. Формы работы, которые планированы выделить на уроке, это фронтальная, групповая, парна и индивидуальная. Нравственные ценности, которые будет внести урок, это понятие честности, доброты, понятие долга. Виды чтения, чтение вслух, выразительное чтение, комментированное чтение и чтение параллел. Методы обучения, планированные на уроке, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, правильный, частично-поисковый и исследовательский. Использование новых технологий обучения планируется личностно-иллюцированное обучение, развитие критического мышления, проблемное обучение, информационно-коммуникационные технологии, дифференцированное обучение и здоровоизберегающие технологии. Спасибо за внимание. Спасибо. Здравствуйте. 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 Сегодня проведет у нас Ивана Николаевна, вот эта актура. И я желаю вам помнить одну очень важную истину. Если ты будешь любознательным, ты будешь многознающим. Сегодня я вам желаю проявить всю свою любознательность, чтобы стать очень многознающими. Итак, удачи. Ребята, я очень рада встрече с вами. Мы поприветствовали друг друга. А теперь я попрошу вас посмотреть на наши гости и тоже подарить им свои очаровательные улыбки. Спасибо большое. Ребята, у меня пока вот такая игрушка. Мы будем ее передавать по цепочке со словами пожеланий друг к другу. Итак, я начинаю. Кира, я желаю тебе получить сегодня много положительных эмоций. Что ты пожелаешь Арсении? Хороших акцентов. Пожалуйста. Арсений. Сергею. Прежим. Должно много хороших акцентов. Ты очень хорошо занимаешься. Хорошо. Спасибо. Константин, пожалуйста. Давай я помогу тебе, а ты выскажешь свои пожелания Никите. Что бы ты пожелал Никите? Что бы тебе хотелось ему пожелать сегодня? Вы его звать. Вы его звать. Пожалуйста. Иван. Можешь в принципе. Можешь сейчас. Как тебе хочется. На сегодняшний день только оставить это пожелание или вообще в жизни? Пожалуйста. Желаю тебе хорошего поведения. Спасибо. Спасибо тебе. Арсений, что это пожелание? Желаю вам хорошего провести с нами урок. Спасибо большое. Я постараюсь. Приятно. Игрушка вернулась ко мне. Добро, которое мы с вами дали друг другу, оно возвращается к нам. Как вы думаете, а почему именно такая игрушка у меня сегодня вот так? Прилоги, пожалуйста. Вы сегодня будете проходить рассказку с розовой гривой? Да. Потому что вы дома прочитали рассказ Астатхева, конь с розовой гривой. Ребята, я предлагаю, чтобы эта игрушка стала нашим талисманом на уроке. Что такое талисман? Талисман, который приносит удачу. Мулацит, предмет, приносящий удачу. Нужна вам сегодня удача? Нужна. Пусть нам вот эта лошадка, он принесет удачу. Хорошо, ребята. Итак, мы познакомились с рассказом Астатхева, конь с розовой гривой. Что вы можете сказать о главном герое? Какие качества мы можем его назвать? Пожалуйста, Георгий. Он был не скромный к ранью. То есть? То есть он долго сопротивлялся, чтобы со мной были бабушки. Он был очень трудолюбивым. Он хорошо поселился к своей бабушке. Молодец. Георгий, не скромный к ранью. Как другие слова мы можем назвать? Честный. Честный был. Трудолюбивый. Хорошо, ребята. Вот качества, которые назвал вам Георгий, составляют внутренний мир человека. Это его духовные качества. Как вы думаете, как еще иначе их можно назвать? Духовные качества человека. Как вам их еще иначе назвали? Пожалуйста, Константин. Характеристики. Характеристики. Еще. Ребята, еще их называют. Нравственные качества. Как вы думаете, о чем мы сегодня поговорим? Пожалуйста. Георгий, первое нравственность. О нравственности. Молодцы. Откроем тетрадь. Запишем дату. 14 марта. Идима уроков. Нравственные проблемы. В рассказе о старфелях. Он с вами заявил. Ребята, я попрошу вас открыть учебники на странице 64. Постойку текст нам сегодня просто необходимо. Ребята, а как вы думаете? Что такое проблема? Вот у нас тема нравственные проблемы. А что такое проблема? Это какая-то ситуация или какое-то событие, которое является отрицательным? Отрицательным. Трудным, наверное. Да? Есть еще мнение, ребята? Согласк с мнением Георгия? А что такое нравственность? Проблема? Духовные качества. Духовные качества. Молодец. Сейчас уже говорим. Чувства человека. Итак, ребята, давайте посмотрим, как данная монета находится в словаре Ожигова Сергея Ивановича. Проблема эта, что такое, Кирилл, пожалуйста. Проблема это сложный вопрос. Задача, требующая разрешения и следования. Молодец, умница. Дравственность. То же самое я говорил, да, Георгий? Дравственность, Кира, пожалуйста. А внутреннее духовное качество, которое в руководстве в человеке. То есть это правило поведения. Какие основные слова мы отсюда возьмем? Нравственность это внутреннее духовное качество. Это правило поведения. Запишите, пожалуйста, ребята, определение нравственности. Итак, подумаем внимательно. Исходя из темы урока, как вы думаете, что же мы должны сегодня узнать, чему научиться, что понять на уроке? Георгий уже готов, кто еще подумает, что же мы должны сегодня изучать, что понять, что узнать. Так, ну пожалуйста, Георгий. Я думаю, мы должны узнать, как учить нравственные проблемы, возможно, от обычных проблем и как учить нравственные качества от души. А где вы хотите находить и сравнивать? Я хочу узнать. Конечно. Артем, ты хотел что-то добавить. Пожалуйста. Вести себя в условиях. Как ведут себя герои, да? И как нам, наверное, вести себя потом? Свидетельно. Что вы знаете? Конечно. Хорошо, ребята. Итак, мы сегодня с вами постараемся определить понятие нравственности. Мы уже с вами записали определение и покажем ее важность на примере поступков героев. Вы правильно все сказали? Мы будем оценивать поступки героев, аргументировать свое мнение и учиться выделять нравственные проблемы в рассказе. Эпидрофон к нашему уроку я предлагаю взять слова из рассказа «Бонсь розовые гребли». И так мне поможет Ир. Пожалуйста, прочитаем слово. Сколько лет прошло, сколько событий не было, а я вообще не могу забыть бабушкины пряника, того дивидного коня с розовой греблей. Ребята, сколько лет прошло, сколько событий не было, почему же не может забыть этого пряника? Хорошо. Чим служил пряник для деревенских малышей? Давайте с вами вспомним. Пряник о нем. Он белый-белый, а грива у него розовая. Хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые. Почему же мечта? Пряник – мечта. Кирилл? Потому что он, наверное, был слишком до один, и дедные люди не могли вот так просить себя позову. Очень рад был подарок. Очень рад был почин. Давайте попробуем обратиться к тексту. И мы идем к тексту. Почему же так ценил рожденой пряник на нем? Георгий готов. Кто еще готов? Пожалуйста, Егор. Пряник можно было бы услышать под бутбаху. Да. И слышать, как он бегает в обычный голый живот. Холодея от высот, материал хвататься за бутбаху и со счастьем, и дождаться, что он будет. Он огонь. Конь огонь. Молодец, Егор. Чем же являлся пряник для деревенских малышей? Большой редкостью и радостью. Георгий Пикакуш? Сродный подарок. Засовывали под рубаху и бегали с ним. Пожалуйста, Сережа. Этим пряникам можно было бы оплазиться перед рождями. То есть он был как игрушка. Можно было с ним играть? Он выполнял функцию игрушки. Хорошо, еще давайте найдем подтверждение в тексте. Пожалуйста, София. С таким камнем сразу подсчетать. Сколько внимания? От чего? Ребята, львовские веи так из педок молчатся. И сейчас, наверное, мы не даем. Спасибо, София. Спасибо. Итак, ребята, мы с вами видим, что пряник к огню – это была игрушка. Это была и почетная вещь. Это было и сладкое угощение. Поэтому он был так дорог деревенским малышам. Хорошо. Итак, чтобы получить пряник к огню, что должен был сделать главный герой рассказа? Пожалуйста, Оля. Как-то его заработать. Собирать ягод. А что, знаешь, как-то его заработать? Конкретно, что он должен был сделать? Собрать ягод. Собрать ягод. Хорошо. Итак, вместе с левонцевскими ребятишками, давайте найдем этот эпизод в тексте. Наш герой отправляется собирать землю. Как он хотел заработать этот пряник? Вот скажите, ребята, какой подарок вам будет получить приятный? Тот, который вы получите просто так – это подарок. Или тот, который вы получите с тем, что-то полезное, что-то приятное? Никита, пожалуйста. Мне кажется, что пряник будет за качество, за большого будет работать. В качестве вознаграждения. Молодец. Хорошо. Артем. Заработали труды, например, кто он будет, кто приятный. Хорошо. А как думал наш герой? Витя, как он считал? Давайте найдем этот эпизод в тексте. Как он считал? Как он хотел заработать пряник? Пожалуйста, Георгий. Вот, видишь, что меня не вонти, я отправился в Эмилию, что-то купил, что он заработал пряник. Спасибо, достаточно. Итак, своим трудом заработать пряник. То есть, как он хотел бы его получить? Честный трудом. Ребята, первая нравственная проблема у нас – честность. Согласны? Хорошо. Он хотел своим трудом заработать. То есть, какое чувство у него было? Он был ответственным человеком. Можем мы так сказать о нём? Да. 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 Понятие долго, конечно. Хорошо. Итак. А всегда ли наш герой был таким? Всегда ли он был честным? Всегда ли он был ответственным? Нет. Я предлагаю вам вспомнить сюжет рассказа. Для этого мы поработаем в группах. Итак, первый ряд – первая группа, второй ряд – вторая группа, третий ряд – третья группа. К вам придут задания в форме таких земляничек. Вы внимательно их читаете. Я попрошу первую парту посмотреть на вторую парту, вернуться к ней. Это ваша группа. Вторая парта с первой. Итак, ребята, внимательно читаем задания. Назовите качества героев, характеризующие их по данным репликам. Вы внимательно читаете реплики героев, определяете, кто сказал, и о каком качестве героя говорит эта реплика. А помогут вам слова для справа. Одна минута на обсуждение. Возможно, уже кто-то готов. Ребята, заканчиваем обсуждение. Хорошо. Так, первая группа у нас готова, да? А вторая группа? Готовы. Третья? Третья заканчивает работу. Готовы, да? Итак, ребята, начинаем обсуждать. Первая группа у нас представляет героев. Бабушку и дедушку. Пожалуйста, Артем, первая фраза. Ягоды, дрота, вы будете две границы. О каком качестве говорить? Трудолюбие. Трудолюбие, хорошо. Оля? Ягоды, дрота? Ага. Ты как-то идеально обращаешься. Нет, другую. Придется, что не получится. Хорошо. Это? Порядок. Порядок. Пожалуйста, подходим к доске. Выбираем здесь нужные определения. И составляем наш кластер. И вам, пожалуйста, третий фраза. И вам, пожалуйста, качество. Любовь. Пожалуйста. Так, Никита. Проси прощения. Ступай и ступай. Доброта. Хорошо. Пожалуйста, Никита. Находим качество. Доброта. Так, вторая группа. Юль, я звучит. Ремонтевские репетишки. Первая фраза. Бросали друг друга посудой. В характере, если принимали зрачу, плакали и геофилию. О каком качестве это говорит? Избойство, да? Ты считаешь? Хорошо. Идем. Здравствуйте. Ищем. Пожалуйста. Костя. Нарошка села. Ха-ха. Нам-то и мышка ателлета. Хо-ха. Это кто говорит? Ремонтевские репетишки. Сами-то, да? Герои пшуты. Сказку считаешь? Невоспитанную. Невоспитанную считаешь. Хорошо. Пожалуйста. Растерзали рыбину под шипи стрижат. Заорал, подавая нам жару. Жестокость. Жестокость. Молодец. Растерзали рыбину под пили стрижат. Хорошо. Егор. Ты стоя строго затолкай. Сверху ягод. Это архивная хитрость. Пожалуйста. Молодцы. С вами разобрались. Так. Арсений. Ты представляешь группу? Левонтий и Василий. Левонтий и Василий. Пожалуйста. Первая праза. Блок-лок-лок. Тут же кидал. Прочу суздер. Так. Словки укрозы. Как ты считаешь? Подумай. Хорошо. Ребята. Вы выбрали качество злость? Да. Ну хорошо. Пусть будет злость. Идем на носке. И вторая фраза, Кира. Может быть, вы потом переумыете немножечко. Только когда стеклены ни окна, ни забор, ни ворота, ни свесы, ни наличники, ни ставни. О каком качестве это будет говорить? Безхозерственность. Безхозерственность. Молодец. Пожалуйста. Так. Продолжаем. Сережа. Арсений, будь готов? Подай Сережу, пожалуйста. Идем в доске и посмотрим. Может быть, в нашем постере, мы что-то переделываете, да? Так. Ребята. А у меня есть тоже плавничка. И она тоже задание. Вы мне поможете справиться с ней? О каком герой идет речь? И как эта реплика характеризует героя? Чтобы трудом своим заработать пряник. Пожалуйста. Ответственность. Так. И еще каким трудом он хотел заработать? Мы уже говорили. Честность. Честность, пожалуйста. Иди в доске. Никита. Ищи честность. Хорошо. Я брал старательно. И скоро покрыл ноту риска. О каком качестве речи идет? Оттерли? Еще вы, наверное, Оля. Труда любви. Пожалуйста, Оля. И сразу покаялся. Понял, что попал в ноту. Раскальник. Почти близко. Смотрите, тогда другая фраза. Писачинь я так сделаю. Зачем послушался? Раскальник. Вот это остальное. Ведущая совесть отдала сознание вины. Умница. Сознание вины. Так, Георгий, пожалуйста. И Оля. В доске. То есть у нас осталось. Ребята, молодцы. Если вы мне очень помогли составить вот такой пластик. Давайте посмотрим теперь внимательно на голос. Сейчас я немножечко его подошу. И так, ребята, что вы можете сказать о главных героях? Какие качества Вити прививала бабушка и дедушка? Не все это видно? Сережа, пожалуйста. Трудолюбие, порядок, любовь и добродуги. Эти качества мы, некоторые из них мы уже видим и увидим. Трудолюбие есть. Трудолюбие есть. Честность есть. Ребята, как вы думаете, о чем мы договорим? При воспитании ребенка, если вы хотите дать ему какие-нибудь хорошее качества, надо подавать ему примеры и учить себя. Умница. Есть еще примеры? А вы согласны с другими героями? Пожалуйста, оттуда. Ну, а потому что дети, которые родители не учатся, родители не учатся этим качеством. Ребята, как вы думаете, какая еще здесь нравственная проблема будет затронута? И сейчас у нас в случае воспитания. Молодцы, все хорошо. Так, приятного. Мы с вами очень хорошо поработали, а теперь давайте немножечко отдохнем. Я попрошу вас к страте. Из-за папы выйдем дружно, но шуметь совсем не нужно. Хлоплим пару раз в лакушек и воропаем в лакушку. А теперь представим, детки, будто руки наши, клетки, покачаем им дружно. Ножом продолжить нужно. Подрогрались, тихо сели и на посту ослабили. Ребята, одним из центральных эпизодов и рассказов является эпизод сбора земляники. Как вы думаете, почему? Почему? Артем, пожалуйста, для того, чтобы податься и пить чай. Хорошо, еще. Этот эпизод, если бы ему не произошло, не произошло потому, что главный герой решил насыпать травы, по малину, то тогда бы мы не получили моральные рассказы. Потому что даже на плохие показы... Рассказы. Хорошо, спасибо за мнение. Вот это вот событие стало поучительным для самого Вити. Хорошо, молодцы, ребята. Итак, я попрошу вас найти этот эпизод и попробуем его инсценировать. Мне нужны два помощника. Кто мне поможет? Георгий и Никита, пожалуйста, ребята, в доске. Здесь книжечек я вам в антексте. А мы все внимательно найдем эту ссылку. Это эпизод. Диалог с Санью и Витей. Итак, за Санью у нас прочитает Никита, за Витю у нас прочитает Георгий. Ребята, готовы слушать? Пожалуйста. Бабушка Петровна испугался? Эх ты! Зато мне бабушка, гряне, горячей будет. Может, кобылой? Скажи лучше, боишься ее? И еще жадной? Я! Ты! Жадный! Жадный! А хочешь я все явно? Слабо! Мне слабо! Мне слабо! Вот! Если дети забывать. Спасибо, ребята. Итак, что же делает наш главный герой? Что же делает наш главный герой, Сережа? Попадается на обувку Саньки. Молодец! Попадается на обувку Саньки. Он уже пожалел об этом. Итак, ребята, что же происходит дальше по тексту? Поддается на слабо. Главный герой дальше? Хитрый. Каким образом, Сережа? Подкладывается на обувку Зио и на... Идем на хитрость. Кто эту хитрость ему тоже подсказал? Санька. Санька, конечно. И до чего даже доходит? Потому что он угрет бабушке. Что он с его женой? Угрет бабушке? Угрет бабушке. И еще на тюре? А, нечестный. Каким образом? Угрет бабушке. Куда уходит? Угрет бабушке. Так, тетя уходит еще. Ну, до речки. Ну, и крадет еще... Вот. Пожалуйста, Сережа. Крадет пряники и даже... Крадет калачи. Итак, мы видим с вами, что за обманом следует что? Хитрость, да? Обман, хитрость. И даже воровство. И всему этому его учат Санька. Ребята, а как вы думаете? Санька, это настоящий дух? Нет. Почему? Потому что надо подставлять его в руках. Какой еще состав его нравственного с вами видит? Возможно, ложь. Возможно, ложь. Артем? А то, что человек меняется в жизни? Меняется в жизни. Придательство. Да, друзья. Молодец. Дружба, конечно, ребята. Это настоящая дружба у Саньки и у Митя? Нет. Нет, конечно. Потому что друзья-то не поступают. Конечно. Хорошо. Молодцы. За теми качествами, которые мы с вами перечислили, да? Хитрость, обман и даже воровство следует осознание вины. Герой наш осознает свою вину. Давайте найдем этот результат. Так, кто поможет нам? Георгий, пожалуйста. Ну, как хорошо было жить с тобой. Один, первая женщина. Артем может лодка видеть. Бабушка тоже. Ему жаль становится бабушка. Молодец. Хорошо. Еще эпизод подтверждающий, что он осознал свою вину. Артем? Бабушка надо. Плачь, Оля, пожалуйста. Бабушка надо. Плачь. 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 Плачь на палате. Плачь на палате. Плачь на палате. Ребята, он осознает свою вину. В каком решении он приходит? Что он завтра все расскажет. Успевает он это сделать? Нет. Не успевает. Бабушка? Совершенно верно. Он не успевает рассказать бабушке. И наступает новый день. Плачь на палате. Куда отправляется? Витя вместе с его дневническими ребятишками. Плачь на палате. Давайте найдем описание природы в тексте. Какое показано природу? У меня подсказки есть на экране. Пожалуйста, Артем. Природа. Какое показано? За чего? День был ясный, летний. Сверху тепло. Мозле пасхотиной для фамилии Сердюбе. Пьяный. Ушки, слезы. Какой же нам предстоит природа? Какую мы видим природу? Ясный, летний, солнечный день. Какая природа? Хорошая. Яркая. Яркая, летняя, теплая. Ну, молодцы, хорошо. А теперь давайте найдем с вами эпизод. Что же чувствует наш Георгий? Что он чувствует? Он переживает? И он радуется такой летней, яркой, солнечной погоде. Пожалуйста, Георгий. Что это, что я так сделаю? Зачем послушиваться? Так, прочитай, пожалуйста, Георгий. Что только будет и зачем я так сделаю? Зачем я послушиваться? Ребята, посмотрите внимательно на доску. Красота, да? Солнечный, яркий, летний день. Идут терзания, мучения в душе. Противопоставление понятий. А как такой прием, если вроде не называется? Противопоставление понятий. Пожалуйста. Антиклеза, мы уже встречаемся с этим понятием когда? Укрин – чудесный доктор. Конечно. Ребята, это антиклеза, давайте вспомним. Пожалуйста, Кирина, прочитай. Противопоставление понятий. Противопоставление понятий, положение образа устойчивости. Хорошо, молодцы. Ребята, а вам все слова были знакомы в тексте? Нет. У вас подсноски, да? Да, и специальные слова, которые употребляются только в этой сибирской деревне, в этой местности. Давайте попробуем найти общеупотребительные слова. Итак, увал. Это что такое? Ольга, пожалуйста. Это холл. Молодец. Следующая, Георгий. Трюсовая корзина. Корзина. Хорошо. Следующая. София, пожалуйста. Заполошная. 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 Суетливая. Суетливая. Следующее понятие Артема. Аполога. Гадага. Гадага. Длинные поселения. Валенья. Валенья там, где работают люди. Так, и вам, пожалуйста. Следующая, попробуйте прочитать. Это вы сносочные сручевые. Шанга. Так, что это такое? Гулочка. Створога. Створога. Да, потрушка. Следующее определение. Константин, пожалуйста. Заимка. Из земельного участка. Далее отзыва. Хорошо. Молодец. Заимка. Это земельный участок. Далее отзыва. Хорошо. Молодец. И последнее слово. Георгий. Крутой край. А правда. Ребята, как называются такие слова, которые употребляются только в определенной местности? Диалектизм. Молодец. Диалектизм. Что такое диалектизм? Кира, пожалуйста, прочитай. Диалектизм. Слова местных, когда город. 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 Выходцы. Выходцы. Выходцы в определенной диалектизме среды. Хорошо. Ребята. И еще в тексте. Восключается фразеологизм. Да? Устойчивое сочетание слов. Никита, пожалуйста, прочитай. Попал. Попал. Попал на лбу. Это кто у нас попал на лбу? Главный герой, конечно. Да? Попал на лбу в сальнике. То есть попал на обман. Еще? Проводился сквозь землю. Когда это он так хотел? Попал на лбу в сальнике. Да. Стыдно ему стало? Ему стало стыдно. Хорошо. Ребята, обратите внимание на иллюстрацию. Она на лбу в сальнике. Скажите, пожалуйста, что же художник заключил здесь? Что он постарался нам передать? Я вижу вашу. Так, Егор, пожалуйста. А как ты это понимаешь? По бабушкам взгляда. Взгляда. То есть художник на гре. Взгляд, да? А как чувствует себя маленький? Виноватый. Конечно. А бабушка и дедушка? Вроде бы и сердце сами на него. Но какой у них взгляд? Другой. Скажите, пожалуйста. Да, Артем. У меня бабушка и ребят, а бабушка разговаривает. У нас все жалеет и большим не могут. Хорошо. Спасибо. Ребята, как называл своих родных ваш главный бой? Бабушка и дедушка. Почему он их так называл? Слушал их и любил. Любил. А любили его, бабушка и дедушка? Да. Почему дедушка его любил? Вспомните этот случай, писал без текста. Как они его любили? Кто ему помог справиться? Правда, ставьте. А, я бы хотела рассказать. Дедушка, как помог нашему главному герою? Он помог? Ему что сделать? Признаться. Признаться. Признаться, да? Помириться с бабушкой. А бабушка, как привязать свою любовь? Признать его еды. Хорошо. И еще? Я делаю молока. А самое главное? Белое пьяное. Белое пьяное пьяное пьяное. Он все-таки привезла ему пьяное к коню. Почему же она ему привезла пьяное к коню? Потому что она обещала и поняла, что если человек поступает неправильно, особенно с ребенком, это значит, что он внушение ребенка любит его. Скажите, пожалуйста, бабушка что подарила внуку? Не только ведь пряник, наверное? Свою? Любовь. Любовь. Доброту подарила она ему? Да. Да. Почему же бабушка мучила внука? Она сказала, что если человек слушает неправильный послуг, это значит, надо с недовольствованием человека, но ему просто будет. Хорошо. Ребята, давайте я вам сделаю эту игру. Сколько лет с тех пор прошло? Уж какого лет на свете бабушек не опереду. А я все не могу забыть, потому что я с розовым лицом. Так почему же он не может забыть этот обман? Артем? Потому что откладывает подарок очень нечестно. Через что он прошел? Получил этот подарок? София? Он прошел через обман, выроска и внушение. Ребята, какую нравственную проблему здесь еще есть? Самое главное, наверное, да? Доброта. Доброта. Ребята, давайте подведем итог к тому, чтобы сегодня узнали нового. Итак, пожалуйста, Кира, сегодня я узнала. Какие бывают качества у человека? Здравствуйте, мне кажется, хорошо. София, я поняла. Я поняла... Я поняла понятие обязательственности. Так. Хорошо. Молодец. Кирилл. Я попробую... Не повторяйте дальше. Умница. Молодец. Георгий. На какое же мнение? Есть другое еще мнение, ребята? Согласны все, да? Хорошо, молодцы. С домашним заданием. Я попрошу вас выбрать одну из двух. Написать отзыв о рассказе «Конь с розовой гривой», то есть ваши впечатления о том, что вы сегодня услышали, о том, что вы прочитали, как вы это поняли для себя. И нарисовать рисунок одного из эпизодов рассказов, который вам больше всего понравился. Ребята, конечно, от ошибок никто не застрахован. Ошибаются и взрослые, ошибаются и дети. Но самое главное, наверное, что? Уметь эту ошибку признавать и искравить ее, конечно. Я желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше добрых, надежных друзей, которые помогут вам избежать, исправить, если вдруг будут ошибки. Я желаю вам всем идти дорогой до правы. К сожалению, нам нужна помощь. Как вы понимаете это сочетание дороги и дороги до правы? Что это значит? Это значит придерживаться всю жизнь. ПЕСНЯ 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 И так я желаю вам, радиатор, что вы слышите всегда дорогу за мной. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я считаю, что основной цель, которую мы наметили, это понять все-таки нравственные проблемы, которые заложены в рассказе, уметь увидеть эти проблемы, уметь их проанализировать и затем посмотреть, как они в жизни, да, эти проблемы потом проявляются. Я считаю, что именно цель, которая у нас была – показать проблему, показать ее важность, мы этой цели достигли. Мы пробовали это разными приемами, методами, формами, шли по рассказу, мы пытались проанализировать и сюжеты, и поступки героев, и характеры. И я думаю, что вот те, наверное, улыбки, эмоции, с которыми ребята ушли – это вот, наверное, результат вашего сегодняшнего урока. Спасибо. Спасибо. Нет, сама она, если не правда, что есть, зачем вы думаете? Все хорошо, очень хорошо, вы говорите с детьми, единственное, да, это все-таки честность, понятие долга, воспитание, дружба, доброта – это не проблема, да, это категория определенная, а проблема немножко связана с их отсутствием, дефицитом или еще что-то, поэтому мы наше наявление, когда мы формулируем, проблема доброты, да? Знаете, откуда их связано? У нас в программе идет рабочая, так и идет. Значит, нравственные проблемы, двоеточие, понятие честности, доброты, понятие долга. В программе… В программе… Да, 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 совершенно верно. Да. А вы вначале сказали, что вы учитель литературы, вы только… Да, 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 сейчас я веду только литературу. Реально. У нас так получилось, да. Два года назад еще русский язык и литература, но вот в течение двух последних лет только литература. Да. И родного литература. И родная литература. Ну, хорошо. Раздели литературу все равно, да? Ну, это близко… А я думаю, вот почему мне это, что вы вначале сказали, что учитель литературы… Это два года только последних литератур. До этого был русский язык и русский язык… То есть, у нас так было в школе так получилось? Да, да, да. У нас просто так получилось по нагрузке. Вот поэтому так. Ну, поэтому готовить там тоже. Четыре года я разрешу. Жанна Николаевна, сколько детей в вашей школе? В нашей школе 98. Скажите, пожалуйста, кто в вашей школе заканчивается вопросами о правильном трудах и соблюдении нормы с обвинениями? Вы знаете, в основном это зауч. Зауч по учебной работе, зауч по воспитательной работе подключается, если речь идет о работе с детьми, техника безопасности непосредственно с детьми. С учителями, конечно, больше зауч по учебной работе. Директор у нас больше по хозяйственной части, к сожалению. У вас в школе есть совесечка, сколько минут во время урока можно использовать информационно-коммуникационные технологии? А точнее проектов, активно-набородской и т.д. Я поняла вашу мысль, что я долго ее использовала, но моя цель была наглядность. Эту наглядность показать, передать, чтобы детки сориентировались, и вот красочность наглядности это что-то было. Я знаю, даже не рекомендуется весь урок ее использовать. Конечно, все 45 минуты не используют. И последний вопрос. В чем появлялись на вашем уроке приемы функциональных грамотностей? На ваш взгляд? Что вы прекрасно сказали в проекте своего урока, а вы не словечко, а столь популярны функциональные грамотности. Как вы видите, вы реализовывали прием функциональных грамотностей? Ну, я думаю, что частично да. Эпизодически мы это делали. Где-то можно я поправляла детей, мы читали, мы перечили некоторые слова, если мы их неправильно произнесли. И лексическое толкование слов мы давали. Я вам скажу честно, что не всего, что я видел из Васильева урока. Ваш урок был самый яркий, который подтвердил. Поддерживает. Глобально. Использование функциональных грамотностей. Не частично. Да. Не мовер. Такое главное, что вы исправляете детей и услышаете ошибки. Да. Спасибо. Спасибо большое. И в каком случае, что вы затем полуваетесь. Да. Вы правы, вам поможете. Спасибо! Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok